Матери тяжело давалось воспитанием, поэтому она отдала мне в кадетский корпус, в Санкт-Петербургский ракетно-мойской артиллерии. А там уже впоследствии я уже сам начал понимать, что такое хорошо, что такое плохо, и, в принципе, понял сразу, что свою жизнь свяжу с погонами, с офицерскими погонами, и, вернее, слово офицер, в принципе, значит так, серьезно. Но у меня один момент такой есть, где-то я храню, вот такую вещь, это подвога, она летела там в нас, где был я, в укрытии с моими товарищами, вот. Она до конца разорвалась, я ее храню. Армия она в любом случае закаляет, пускай дальше будет стройбат, но в нем в любом случае какие-то есть вещи. В первую очередь это коллектив. Школьный коллектив это одно, а коллектив, когда ты с ограниченным временем, с ограниченным расписанием, и это очень хорошая школа жизни. Страшивает она всегда ей, знаете, страх человека спасает. Если ты бояться не будешь, то это очень плохо. Страх смерти, естественно, он присущ, но, наверное, страшнее то, что, наверное, семья останется без кормильцев. Самое главное. Что такое мужество? Наверное, любовь, любовь к стране. Ты понимаешь, что ты живешь на своей земле, и не хочешь, чтобы определенные вещи происходили отрицательные. И взять, если историю, всегда были какие-то неблагополучные, благополучные времена. Если взять Россию после распада Советского Союза в 90-е годы, сейчас все равно намного лучше. Если сейчас столько возможностей, я все равно верю в лучшее. И для меня большая радость, когда мои воспитанники, дети, взрослые, они меняются. Люди начинают плакаться. Ну, не плачь, ты возьми и иди. Сейчас время такое, оно достаточно интересное, я считаю.